Вам буду представлять двоих молодых, красивых, многодетных. А одна из них еще и бабушка знатная. Поэтому первой выступает у нас Надежда Таранова, многодетная мама. Замечательная бабушка и вообще красивая женщина. Старшие мучки 18, а маленькую мальчику походим еще. О нашей Волге. Ну как без Волги? Мы на Волге. И, естественно, тема Волги не обойдешь. Воды потоки из вселенной прочуют, исцеляют нас. Но, кажется, чуть-чуть измены все исходящее из нас. Как выстрел холостой несется по Волге быстрая вода, Вот птица волжская смеется. В этом смехе нам беда. Над полкой высятся плотины, десятки лет ей портят путь. И предречением кончины она волной вздымает грудь. И селится глотнуть свободы, и фальшь, и грязь с себя стряхнуть с себя. Мы понимаем, это вроде стыдливо на воду глядя. Но продолжаем предреченье и властно властвуем везде. Возможно ли Волге ждать спасения, когда мы властвуем везде? Спаситель, сейчас идет пост, и без стихов о духовном не обойдешься. Из суеты тобой любуюсь, томлюсь, тобой томлюсь, тобой живу своей греховности весною. Но все равно тобой живу. Тебя я верю, вера зрима, неисчерпаемость и фраз. Душа любовью опалима к тебе летит. Спасибо, спас. Тебе, спаситель, обращаюсь. И в благодарности без фраз молитвенно тебя касаюсь. Прошу, чтобы Россию спас, в который раз. И не обойти тему женственности, созерцания. Весь день душа без грима, в домашности своей. О, я сегодня прима, и мысль моя светлей. Весь день глаза без солнца, но свет внутри меня. Перемир меня додонца. Во мне полно огня, звучу, как скрипка мира. Мой звук нежней лучей. Им помнится квартира. В ней зажурчал лучей, в котором сотни лиг. В нем женственность и блюз. И скрип руси великой. И кошки на языке. Спасибо. Ну и сейчас я приглашаю к микрофону Алену Чичугину. Я хотела бы, чтобы вы особенно ее поприветствовали. Потому что этот человек очень творческий. И у нее восемь детей. Я думаю, что это еще не конец. Но она умница, красавица. И замечательный человек. Забыли, сказал, что я не свои стихи читаю. А стихи мужа. Тем более. Меня дефирамбы мне пропили. А стихи-то я сегодня... А кто ведь так пишет? Там моего супруга. Потому что что-то он все никак... Тем более дуэт. Он в прошлом году обещал, я в следующем обязательно поеду сам. Но вот как-то не спешит. Да, вот как-то не... Не может. Привет. А вот тихотворение моего мужа Сергея Чичугина. Поэтам. Еще раз поздравляю всех с праздником замечательно. Пусть каждый поющий поет о своем. Нас мало. Мы все одиночки. Иллюзий встречи. Вдвоем и втроем мы не существуем. Ни строчки в твоем. И ни слова главы. Кощей и тот так над зватом не чахнет. Как чахнет над вещью в эпоху вещей. Поэт в атовическом страхе. Разлука для нас перекличка сердец. А встреча стена между нами. Чем дальше, тем ближе. И смерть не конец. Стихи остаются в лучах. И есть что-то большее наших стихов. И нашей взаимной боязни. Незримые ведущие несмелых шагов. Незримые узы и связи. Мы дети одной небывалой семьи. Где каждый рожден иностранцем. Посланцы вселенной. Питомцы земли. Мы слышим друг друга в пространствах. В пространствах несомных рекой времен. В пространствах забывших друг друга. Мы вместе. И каждый поет о своем. Святы в разнотраве их лука. Покуда есть солнце. Основа основ. Поют лишь о солнце. Я счастлив. Я слышу. Как в сонне немыслимых слов. Пульсирует. Сокричастлив. О, мне бы знать, где твой антар. О, мне бы знать, где твой антар. О, мне бы знать, где твой антар. О, мне бы знать, как знает он. Водитель, стай журавлиной. О, мне бы знать, где твой антар. 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 Душа усталый метроном Все ищет в прошлом знаков вещей И слиться мне мой старый дом И снятся веки всех ушедших И снятся веки всех ушедших И снится тихий снегопад Огонь печи и запах земного И предрассветный спящий сад И долгий дождь порой осенний И долгий дождь порой осенний Пока, предчувствуя судьбу Живу уткнувшись в неизвестность Всегда во сне и наяву Во мне живет мое же детство Во мне живет мое же детство Мой первый мрак, мой первый свет Озноб и слезы первой встречи И первый ласковый ответ И первый шаг дорогой млечной И первый шаг дорогой млечной Душа усталый метроном Душа усталый метроном Душа усталый метроном Душа усталый метроном АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дрители Хочется и почтить память тоже Нашей поэтессы Елены Ершовой Ирины Ершовой Нашей синей тетради Представительницей Сегодня была здесь На стихе Ирины Ершовой Крестовоздвиженский собор Крестовоздвиженский собор В котором мне выпала честь И служить И петь И Росислава Богу Прекрасный собор Так что будете на левом берегу Обязательно посетить Вот он, краса Левобережья Вот он, краса Левобережья Крестовоздвиженский собор И величав и строк, как прежде Стоит веков, сдержав набор Его стекло дождем и ветром Но засияло новым светом Но засияло новым светом В судьбе дожив до перемен В судьбе дожив до перемен В нем дух и бог и возрождение Средневековой старины Он гордость нашей украшений Не только города страны Его стекло дождем и ветром И не щадил столетний трем Но засияло новым светом Но засияло новым светом В судьбе дожив до перемен А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а И связь с времен давно прошедшим Расникнет в прошлое взгляну Его секло дождем и ветром И не щадил столетний тлет Но засияло новым светом Но засияло новым светом В судьбе дожив до перемен В судьбе дожив до перемен А-а-а...